Это самые крутые работники в мире. Вещи, которые они могут сделать, просто невероятные. Этот рабочий каменщик многое знает о линии разломов горных пород. Всего несколько точных ударов молотком, и гигантский валун аккуратно разделяется на две части. Если бы это был ваш бухгалтер, вы бы были очень довольны тем, как быстро он составляет вашу налоговую декларацию. Но при такой скорости, насколько точно вы можете считать. Это уровень вождения крутого водителя грузовика. Большинству людей трудно парковать джип задним ходом, но этот парень может поставить свой грузовичок в любом месте. Не желая тратить время на рубку мелких бревен, этот лесоруб изо всех сил постарался и разрубил и колоду для рубки. Боже, эти хипстеры просто невероятны. Мы слышали об укладывании чашек в стопку, но укладывание в стопку мисок – это что-то просто невероятное. На первый взгляд, эта команда работников магазина действительно знает, как эффективно перемещать груды дынь. Какими бы невероятными не были современные технологии, мы не думаем, что они дотягивают до уровня этого парня. Взглянув на стеклоочистители своего автомобиля, этот парень изобрел более умный способ выравнивания мокрого цемента на своей новой подъездной дорожке. Нет, это не прокрученное назад видео по краске. Здесь мы видим, как скребком удаляют старую краску без необходимости нанесения нового слоя краски поверх старой. Когда долгое время занимаешься тем, что упаковываешь тарелки, то со временем у тебя получается очень хорошо. В то время, как большинство людей выбирают для спуска лестницу, этот парень освоил так называемый спуск по-австралийски. Нет, он не пылесосит траву. Так работники поля для гольфа стригут газон на холмах. Один плюс в нехватке рабочей силы. У обслуживающего персонала появился шанс отточить свои навыки. Обладая достаточной силой и достаточно большой бензопилой, Роберт Эбнер может разрезать такие бревна очень легко, словно масло горячим ножом. Снимая деньги с банка сквозь счета, что бы вы выбрали? Банкомат или этот сверхчеловеческий счетчик денег? Что получится, если скрестить бумеранг и тесто для пиццы? Закуска, которая постоянно возвращается. Чтобы охладить сеть водоснабжения, просто попросите эксперта по льду время от времени бросать большие блоки льда в резервуар для воды. Бармены зарабатывают на жизнь тем, что откупоривают бутылки. Эта девушка освоила пятистороннее откупоривание бутылок, и ей редко приходится доделывать работу. Говорят, что командная работа помогает воплотить мечту в реальность, и это выражение особенно подходит этим парням. Этот китайский повар так мастерски обращается со своим лезвием, что может без усилий разрезать огурец насквозь. В результате получилось это изящное произведение искусства, которое может растягиваться до бесконечности. Когда вы увидите в супермаркете сельдерей, то знаете, кого стоит поблагодарить за этот овощ. Вот этого парня. Этот парень нашел способ держать руки в карманах, при этом очень продуктивно работая. Если вы считаете, что наблюдать за тем, как этот шеф-кондитер наполняет тестом каждую форму для пирожного приятно, подождите. Несмотря на явные нарушения санитарных норм, нужно отдать должное тому, как этот уличный шеф-повар кладет своей рукой блин за блином. Этот шеф-повар делает весь процесс простым, но в выкладывании теста на горячую вращающую сковородку нет ничего простого. Эта девушка превращает яичную смесь в большой блин прямо на наших глазах. Работайте, используя ваш ум, а не силу. Это девиз этой девушки. Она умело направляет стебли бамбука по заранее вырытому каналу вниз. Теперь мы знаем, что это самый крутой способ убрать излишки краски с малярного валика. Вместо одного человека, который тратит полчаса на мытье стекол эскалатора, эта команда из пяти уборщиков выполняет работу за считанные минуты и секунды. Нарезать картофель на тонкие ломтики на скорости и не глядя? От этого умения у нас начали болеть пальцы, хотя мы всего лишь посмотрели это видео. Этот владелец ранчо счищает листья гигантской агавы. Пришло время сбора урожая, и этот фермер придумал способ срезать листья на полной скорости, оставляя при этом плод целым. Мастерство, точность и контроль, которые демонстрирует эта дама, просто гипнотизируют. Почему-то мы думали, что изготовление намерных знаков для машин – это автоматизированный процесс. Эта дама способна налить густую кунжутную пасту в емкость, не пролив ни капли. Нас всегда удивляло, что спортсмены и знаменитости могут сесть и за час сделать сотню автографов. Их руки такого не простят. Мало того, что этот работник производственной линии обладает навыками быстрой упаковки, он еще и делает свою работу с шиком. С достаточно большим валиком, целой кучей банок с краской и такими навыками, как у этого парня, понадобится совсем немного времени, чтобы полностью покрасить одну стену. Этот парень обычно без проблем пачкается, но сейчас он нашел способ не только сохранить штаны в чистоте, но и быстро выполнить свою работу. Когда речь заходит о тяжелой и трудной работе, гравитация и наклоны склона приходят вам на помощь. Хотя рулон лег не совсем прямо, но это лучше, чем раскрывать его вручную. Работа этого парня заключается в том, чтобы сшивать мешки с зерном, готовым к транспортировке. И, как вы сами видите, он делает ее не первый раз. Этот дорожный рабочий превращает обычно утомительную работу в высокоскоростную демонстрацию мастерства. Этот мужчина может поставить печать на почти любую бумагу в рекордно короткие сроки. С предельной точностью этот рабочий режет одни и те же куски дерева снова и снова. Этот парень либо создает самую быструю спираль от комаров в мире, либо же он делает лапшу. Если вы перевозите товары по коварным дорогам, вам нужен самый безопасный и самый опытный водитель. А как насчет этого парня, который может маневрировать по узкой стальной балке? Кому нужна линейка или какие-то сложные измерительные инструменты, когда у тебя твердая рука и хороший глаз? Этот рабочий размечает беговую дорожку с высочайшей точностью. Эта выкатная кровля требует большого мастерства, но всего одним движением запястья дневная работа выполняется в мгновение ока. Если вы выполняете вращение молота, то вас ждет один из двух вероятных результатов. Независимо от того, насколько точными вы считаете автоматизированные производственные линии, как правило, в конце всегда есть живой человек, который все подчищает. Покраска дорожных знаков по-прежнему является ручным процессом. Все, что вам нужно, это крепкая рука, большой трафарет и достаточное количество желтой краски, чтобы прорисовать знак. Езда по обледенелым дорогам и так достаточно опасна, но езда на снегочистители на полной скорости по трассе с гололедом и сугробами для этого требуется либо много навыков, либо нехватка мозгов. Друзья, ни для кого не секрет, что YouTube отменил монетизацию. И сейчас нам требуется ваша помощь. Буквально 50 или 100 рублей в месяц будет достаточно, чтобы наша команда продолжала работать для вас, выпуская интересный контент. Номер карты будет в описании. Огромное спасибо вам от всей нашей команды. И на сегодня это все. Пока-пока. Подписывайтесь на канал Тип Топ и не забывайте посмотреть другие наши ролики. Субтитры сделал DimaTorzok